Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. Употребление кокаина, именно такого редкого наркотика, было связано с его состоянием здоровья. С гостинцами из Доминиканы. Пермиказа подозрили в контрабанде кокаина. В доме на веселый один не весело. Жителей беспокоит появление трещин на здании. Рашин-терминатор. Пермский силач вручил Арнольду Шварценеггеру футболку с изображением самого вежливого президента в мире. Откуда гостинцы? В суде индустриального района оглашен приговор в отношении 35-летнего пермяка, подозреваемого в контрабанде и незаконном обороте кокаина. При задержании мужчина заявил, что 100 граммов порошка прихватил с собой из отпуска, когда возвращался из Доминиканы. Но затем изменил свои показания. Репортаж Елены Винговцевой. Работал до задержания менеджером в коммерческой организации. Как он также поснялся на состояние, у него есть свой бензовоз. То есть он достаточно хорошо зарабатывал. И в целом материальное положение семьи позволяло им постоянно выезжать на дорогостоящие курорты. На скамье подсудимых весьма обеспеченный работник одной из пермских коммерческих фирм. Бизнесмена задержали летом прошлого года при попытке сбыть кокаин. На допросе он пояснил, что наркотик привез из Доминиканской республики, когда ездил отдыхать вместе с семьей. Приобрел его у местного жителя за 2000 долларов. Изначально он рассматривал приобретение кокаина и дальнейшую его транспортировку в Россию как некое увлекательное приключение. То есть такую авантюру. Как он сам пояснял, кокаин он перевез из аэропорта города Пунтакана в республике Доминикана в аэропорт Домодедово города Москва в дальнейшем на поезде до Перми. В общей сложности у задержанного обнаружили около 100 граммов запрещенного порошка. Бизнесмену предъявили обвинение в контрабанде и незаконном сбыте наркотика. Хотя тот утверждал, что с помощью кокаина просто снимал головную боль. Во многом употребление кокаина, именно такого редкого наркотика, было связано с его состоянием здоровья. Те лекарства, которые ему были прописаны, рекомендованы, они не оказывали такого воздействия, которое ему требовалось. В ходе следствия мужчина изменил показания. Стал утверждать, что приобрел кокаин в Перми у незнакомого человека. А продать решил, потому что ему такого количества много. Суд, связи с недоказанностью факта доставки наркотика из Доминиканы, снял с него обвинение в контрабанде. Но за сбыт авантюрист получил по полной программе. Окончательно назначил этого наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. С отбыванием спредникам нестрогого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 10 дней. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Менее 5% жителей города считают, что с пермской медициной все в порядке. Таковы данные свежего социологического опроса, проведенного агентством «Свои» на улицах Перми 20 и 21 марта. На вопросы ответили 500 пермяков. И почти 44% опрошенных уверены в том, что система здравоохранения в Краевом центре толком не работает. Среди главных претензий горожан к сфере медицинских услуг – трудности с покупкой дорожающих лекарств и получением квалифицированной медицинской помощи. Записью к узким специалистам. 45% ощущают недостаток льготных лекарств по рецептам, 44% сталкивались с равнодушием в поликлиниках, а 23% – в больничных стационарах. Более 20% опрошенных пожаловались на плохую работу скорой помощи. Стройка по закону или нет? Таким вопросом задались жильцы домов по «Веселой 1» и «Революции 2». Рядом с ними, недалеко от русла Ягошихи, началось возведение 22-этажной высотки. Люди сомневаются в том, что соблюдаются все строительные нормы и опасаются за целостность конструкции зданий. Кое-где появились трещины. В ситуации разбирался Евгений Гуляев. Маячки 3-4 минуты, они пошли и пошли. И так, что до 9-го этажа. Житель дома номер 1 по улице «Веселая» Нина Кашина показывает трещины на лестничной площадке, которые растут уже не первый месяц. Маячки в их здании поставили более полугода назад, после случая с обрушением дома по Куйбышево-103. Недавно появились новые трещины. Женщина связывает все это со строительной активностью по соседству. Это же невозможно, это же просто абсурдно. Вот просто абсурдно. Вот по идее это просто абсурдно. Нежели люди не понимают, что на этом пятачке можно построить маленький домик, скверик открыть, что-то такое. Ту же стоянку даже сделайте. Ну, не 22-этажный дом. Строительство по соседству с домом по «Веселой-1» продолжается с декабря прошлого года. И как вы сами можете наблюдать, стройплощадка находится буквально в 20 метрах от дома. Также можно и наблюдать тот факт, что стройплощадка находится вблизи реки Гашиха. Недовольные жители дома по «Революции-2». Люди обращались в различные органы власти, но отовсюду получали ответ, что нарушений нет. Расположение новостройки одобрено государственной экспертизой. Общались мы с застройщиком, общались мы и со всеми инстанциями краевого масштаба. И ответ везде, что да, все нормально. Как известно, долины малых рек – природоохранная зона. Стройка ведется как раз по соседству со знаком «Прибрежная защитная полоса». Люди написали заявление в краевую прокуратуру. Государственная инспекция по экологии и продопользованию Пермского края выявила нарушение специального режима прибрежной защитной полосы, водного объекта реки Гашиха. В части размещения грунта в границах прибрежной защитной полосы, что запрещено Водным кодексом Российской Федерации. За это нарушение грозит штраф. Должностному лицу до 20 тысяч рублей, юридическому – до 400. Инспекция по экологии и природопользованию рассмотрит дело 29 марта. Что же касается влияния стройки на разрушение соседнего дома, то здесь все точки над «и» может расставить специальная экспертиза. Но ее проведение потребует немалых средств. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Воровство в сфере ЖКХ, нелегальный игорный бизнес, кредитно-финансовые махинации и коррупция в органах власти. Краевой главка читался о проделанной работе за прошедший год. В общей сложности сотрудники полиции выявили порядка 1300 преступлений в экономической сфере. Кроме того, руководство регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции спрогнозировало, как события будут развиваться далее. В разгар кризиса ожидает рост числа финансовых правонарушений. Надо быть готовыми к всплеску экономических преступлений, особенно мошенничеств, особенно связанных в кредитно-финансовой сфере. Активизируется деятельность по так называемых «стрителю пирамид». Потому что, ну, сами понимаете, когда где-то сужается производственная база, где-то в финансовом секторе проблемы с кредитованием. Ситуация, связанная с негосударственным пенсионным фондом «Стратегия», также в поле зрения прикамской полиции. Напомним, лицензию крупнейшего в крае НПФ Центробанк отозвал 16 марта. Причина – невыполнение требований закона о негосударственных пенсионных фондах. Клиентами организации числятся почти 80 тысяч человек. Мы ситуацию отслеживаем. Мы ее примерно располагаем в контакте с Центробанком, находится временная администрация. Я знаю, что 25 марта временная администрация будет вести прием граждан, где будет постараться с каждым индивидуально как-то разобраться. Формат дальнейшего взаимодействия с клиентами фонда временная администрация собирается представить 25 марта в офисе «Стратегии» по адресу Осинская, 7. И, как стало известно сегодня, деятельность «Стратегии» собирается проверить прокуратура. Об этом сообщил прокурор Перми Андрей Назаров, выступая перед депутатами Гордумы. Далее цитата. «Уже пошли первые заявления в управление МВД. Мы их обобщим, выйдем с единой позиции. Конечно, проверки будут». В Перми начали сбор подписей за отмену региональной программы капитального ремонта. Инициаторами выступили лидер политической партии «Справедливая Россия» в Пермском крае Дарья Эйсфельд и автор проекта «Реальная ЖКХ» Илья Шулькин. Свои позиции парламентария обозначили на специальной пресс-конференции. Известные в прикамье политики депутаты краевого парламента Дарья Эйсфельд и Илья Шулькин подписывают соглашение о сотрудничестве. Главная цель – добиться отмены действующей региональной программы капитального ремонта. «Дома включены в программу произвольно, не проведена техническая экспертиза домов. И в таком случае, при такой ситуации, действительно собирать средства неправомерно жителей». «Справедливая Россия» – единственная на сегодняшний день партия в Пермском крае, которая серьезно занимается данной проблематикой. Имеют соответствующую волю и желание эти проблемы решить. По мнению Дарьи Эйсфельд и Ильи Шулькина, необходимо провести качественное обследование жилого фонда, а затем на основании этого мониторинга создать новую региональную программу капремонта. «До того момента, пока это не сделано, мы требуем приостановить сбор средств от жителей». С сегодняшнего дня в Перми стартуют пикеты по сбору подписей под этими требованиями. Кроме того, волонтеры будут раздавать приглашение на бесплатный семинар «Как платить за коммуналку по справедливости». Всего планируется собрать 300 тысяч подписей, а затем направить петицию губернатору в законодательное собрание Пермского края, а также в Государственную Думу. Сбор подписей осуществляется и на сайте реальнаяжкх.рф. Там же жители при Каме могут познакомиться с методиками по решению различных жилищно-коммунальных проблем. Артем Рахматолин, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей. Инспектор ГИБДД, спасший от самоубийства Пермячку, представлен к награде. Напомним, Мавсар Цуруев в марте прошлого года на Камском мосту удержал от суицида 27-летнюю девушку. Она уже стояла за ограждением и готовилась шагнуть вниз. Она уже была в состоянии того, что хочет человек или не хочет, он все равно упадет. Почему? Потому что руки у нее уже были замерзшие, синие. Схватил и она отпустила полностью. То есть все. И повисло на мне, получается. Повисло на мне. Ну, соответственно, я ее вытянул. Уже оттуда... Выяснилось, что решиться на отчаянный шаг Пермячку заставили проблемы в личной жизни. Во время оформления протокола Цуруев выслушал ее грустную историю и даже дал девушке пару советов. Сейчас ее жизнь нормализовалась. За самоотверженность, проявленную в экстремальных условиях, руководство краевого МВД наградило лейтенанта полиции медалью за смелость во имя спасения. Улица Островского перекрыта для движения транспорта на участке между Лениной и Пермской. Причина работы на тепломагистрале Пермской сетевой компанией. Объезд осуществляется по Горького и Клименко. Городской администрации просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок по городу. Проезд по Островского будет открыт уже 23 марта. Столичные кинематографисты продолжают осваивать пространство Перми. Как мы уже сообщали, в городе сейчас проходят съемки эпизодов многосерийного фильма «Очий берег». Режиссеры, операторы и артисты уже отсняли сцены на улице Вильямса, Советской, Грачева. Нашей съемочной группе предоставилась возможность понаблюдать за работой киношников, рассказывает Юлия Зыкова. Володя, перекрывай. Костя, перекрывай. Съемки эпизодов фильма идут возле поликлиники по улице Грачева, 12. Посетители, идущих в больницу время от времени, просят немного подождать, пока будет отснята очередная сцена. Горожане относятся к задержке с пониманием. Нечасто увидишь, как работают кинематографисты. Сцена 5.26, кадр 5.02. Многосерийный фильм будет называться «Отчий берег». Действие разворачивается в период с 20-х по 40-е годы прошлого века. В качестве декорации съемочная группа задействует в том числе и исторические здания, как, например, эта старинная постройка в рабочем поселке. Бывший казенный госпиталь пермских пушечных заводов. Для москвичей в нашем городе нашлось немало подходящих локаций. Мы уже снимали на Гаеве, значит, кинотеатр «Родина» и «Переезд». Сегодня снимаем здесь. Будем снимать еще у театра «Кукол», это наш объект, военкомат. И большая история в поселке Куси Александровский, горнозаводского района. Именно там растут наши герои, там они вырастают, оттуда не уезжают, и потом возвращаются обратно в Отцовский дом, в Отчий берег. Режиссер и автор сценария Милена Фадеева рассказывает, именно на Урале будет разворачиваться большая часть эпизодов этой драматической саги. Идея возникла после того, как в интернете она увидела фотографии с видами здешней природы. Когда я приехала на выбор натуры и увидела Куси Александровской, деревня, которую мы снимали, это была та самая деревня, которая была в моем воображении. Даже дом для наших героев мы нашли именно в том месте, в котором я планировала. Съемки на севере Прикамье уже состоялись. По словам кинематографистов, в массовых сценах были задействованы местные жители. Они помогали с необходимым реквизитом и даже обучали артистов местному говору. К нам пришла на съемки такая пожилая женщина, ей нужно было пройти скоромыслами. Она была в валенках, она вступила на снег и первое, что она сказала, а что это у меня валенки, это не подшиты, такие скольжу я. Как-то вот это интересно, я актерам говорю, так быстро сюда слушаем речь. Съемки будут продолжаться еще несколько месяцев. Лента выйдет на экраны не раньше следующего года. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Рашин Терминатор. Пермский атлет Сергей Харламов вручил Арнольду Шварценеггеру футболку с изображением самого вежливого президента в мире. Произошло это на мультиспортивном фестивале, который ежегодно проводят в Северной Америке. Тему продолжит Олег Романов. Международный фестиваль Арнольд Классик Шварценеггер проводит в Америке с 1989 года. Ежегодно в город Коламбус приезжают тысячи участников, чтобы выступить на соревнованиях по самым различным видам спорта. Третий раз это шоу мирового масштаба посетил пермский стронгмен Сергей Харламов. Шварценеггер всякий раз старается заглянуть на турнир по силовому экстриму и пообщаться со спортсменами. Россияне в этом году приготовили Арнольду необычный подарок. Футболку с изображением главы российского государства и надписью «Самый вежливый президент». Интересно было на его мнение, мог бы там схватить что-нибудь, может не взять. Он как бы так, у нас есть подарок оригинальный от атлетов. Он так, yes. И я ему так разворачиваю, он так как бы так раз, потом оп и так вернулся. То есть он как бы, ну, подарок, подарок, а потом бух и заакцентирует. То есть видно, что его это как бы и такой удивленный вид такой. Он так посмотрел, такой, говорит, Russian Terminator, потому что там в очках. И очень получилось здорово так. Никакого отторжения футболка с российским президентом не вызвала и скандала не случилось. Как это было, к примеру, в Турции, когда майку с аналогичной надписью продемонстрировал российский футболист Дмитрий Тарасов. Его локомотив играл в Стамбуле с местной командой Фенербахче. Публика поступок не оценила. Московский клуб затем оштрафовал своего игрока на 300 тысяч долларов. А союз Европейских футбольных ассоциаций еще на 5 тысяч. А вот эс-губернатор Калифорнии, знаменитый актер, подарок оценил. Тут репортеры, люди хорошо так по-доброму отреагировали. Наверное, я не вкладывал в это никакого политического момента. Знакомимся с кем-то, входим в общение. То есть узнают, что мы из России первое, что любой американец, любого слоя населения и статуса говорят «Путин» и улыбаются. Вот так показывают две огромные сильные державы, которые должны быть в мире между собой. Олег Романов, Иван Худяков, телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok